С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 6 ноября. Родившихся в этот день 1794 год в этот мир приходит Константин Тон, русский архитектор, разработавший так называемый русско-византийский стиль храмового зодчества, который получил широкое распространение в правлении благоволившего Николая I. Среди наиболее известных построек храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец. В 1814 году рождается Адольф Антуан Жозеф Сакс, изобретатель саксофона. Его отец Шарль Жозеф был известным мастером духовых инструментов с самоучкой. Изготавливавшиеся им кларнеты и фаготы были столь высокого качества, что в 1820 году его назначили придворным музыкальным мастером. И с тех пор он получил немало почетных дипломов и медалей, более десятки авторских свидетельств. Музыкальные способности и интерес к конструированию передаются детям мастера и более всего старшему из 11 детей Антуану Жозефу. Начав с усовершенствования кларнета и бас-кларнета, он через год изобретает саксофон, повторив внешнюю форму в металле и снабдив новый инструмент более прогрессивной, гобойной и флейтовой аппликатурой. Ведущие композиторы Франции, куда вскоре переехал мастер, восторженно отозвались о новом инструменте. В 1940 году Алла Сурикова приходит в этот мир, российский кинорежиссер. Московские каникулы, человек с бульвара Капуцинов, чокнутые ее работы. А в 1978 году рождается Яна Чурикова, российская телеведущая, журналист и общественный деятель, руководитель каналов молодежного и музыкального вещания. Ну а теперь о событиях 6 ноября. 1899 год. На улице американского городка Уоррен из ворот механической мастерской выходит, а вернее выезжает первый автомобиль. Мастерская принадлежала братьям Джеймсу и ему Поккардам. Эта безлошадная коляска под названием «Модель А» стала первенцем в большом семействе марки. До 50-х годов 20 века одной из самых престижных в мире. 1928 год. Джейкоб Шик, американский изобретатель и предприниматель, запатентовал электрическую бритву. К созданию прибора полковника, проходившего службу на Аляске, подтолкнула необходимость бриться в условиях холода. Идея изготовления электрической бритвы не была новой. Проблема заключалась лишь в том, что безопасно объединить электрический мотор и приводимые им в движение лезвия так, чтобы прибор был безопасным и его было удобно держать в руке. Запатентовав свою бритву, Шик основал собственную компанию. Поначалу изобретение было практически невостребованным из-за громоздкости прибора. Шику пришлось ждать, пока не будет изобретен достаточно компактный электрический двигатель, который можно будет разместить в ручке. И вот, став портативной, электробритва постепенно набирает популярность у мужчин. Судите сами, в 1937 году их было продано уже полтора миллиона, что принесло Джейкобу Шику выручку в 20 миллионов долларов. 1939 год вступил в строй московский автосборочный завод. Сначала здесь собирают легковые автомобили Ford AA из американских деталей, а через два года после постройки Нижегородского завода перешли на сборку автомобилей ГАЗ-АА и ГАЗ-АА из отечественных комплектующих. С 1968 года предприятие стало именоваться автомобильным заводом имени Ленинского комсомола или сокращенно АЗЛК. Завод был известен главным образом производством машин марки «Москвич». В 2002 году конвейеры завода остановились. А английский журнал «Моторг» писал когда-то «Машина в целом создана как рациональное, выносливое, комфортабельное средство передвижения. Русских москвичей 408 расходится столько, сколько их ввозят». Шведский журнал «Мир техники» в 68 году 20 века протестировал «Москвич 408» на живучесть в самых плохих дорожных условиях. И по итогам писал «Москвич выдерживает жестокое обращение, и притом лучше, чем мы могли бы себе это представить». 6 ноября 1941 года Сталин выступает на торжественном заседании, проходившем на станции метро Маяковска Московского метрополитена. Доклад вождя вдохновил людей, дал заряд для того, чтобы удесятерить усилия в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков. Люди слушали радиотрансляцию доклада, и их реакцией на речь вождя было всеобщее стремление, всем, чем только можно. Содействовать главной задачей, чтобы Красная Армия получала с каждым днем все больше и больше вооружений и боеприпасов. По стране прошли многочисленные митинги, которые завершались с заявлением «Наш народ даст все для фронта, все для победы над врагом». В этот же день, около 16.00 вечера, у Спасских ворот Кремля, одиночный террорист открывает огонь по выезжающим из Кремля правительственным автомобилям. Одна из пуль разбивает фару машины Микояна. Пострадавших нет. Стрелявший рядовой московского корпуса ПВО Николай Дмитриев схватывает с охраной. Его приговорят к высшей мере. 1957 год. В Ленинграде, в центре памятника борцам революции на Марсовом поле от пламени Мартеновской печи Кировского завода, зажжен первый в нашей стране вечный огонь. На протяжении двух веков Марсово поле было местом проведения военных парадов и народных гуляний. 5 апреля 1917-го здесь были торжественно похоронены участники Февральской революции, погибшие при вооруженных столкновениях с полицией. Над их могилами сооружен монументальный памятник борцам революции. Мемориал представляет собой четырехугольник, сложенный из гранитных плит с четырьмя широкими проходами на площадку. На восьми угловых гранях гранитных стен вырезаны торжественно траурные тексты, сочиненные Луначарским. Накануне 40-летия Октябрьской революции центральная площадка комплекса была реконструирована по проекту архитектора Майофиса. 6 ноября 1957-го в центре гранитного каре был зажжен вечный огонь. Кроме того, для данного комплекса позже было разработано специальное музыкальное оформление. В определенные часы транслировался гимн Советского Союза. 1984 год. На президентских выборах в США победу с подавляющим перевесом одерживает президент-республиканец Рональд Рейган. Он набирает 525 голосов выборщиков против 13 голосов у демократа Уолтера Мондейла. Рейган получает большинство голосов во всех штатах, кроме Дакоты и столичного округа Колумбия. Эпоха Рейгана запомнится американцам надолго. Ну и последнее. 1919 год. В Лондоне на совместном заседании Британского королевского общества и Королевского астрономического общества объявили о триумфальном подтверждении общей теории относительности Альберта Эйнштейна, представленного английским астрономом Артуром Эдингтоном. Изучив всесторонние результаты наблюдений за полным солнечным затмением, ученые установили, что отклонение световых лучей звезд у края солнечного диска соответствует энштейновской величине и в два раза превышает величину, предсказанную классической ньютоновской теорией тяготения. С этого заседания и начинается поистине всемирная слава Эйнштейна. Ему отовсюду идут приглашения. Он путешествует по всему миру, читая лекции. Эйнштейна неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по физике. Однако члены Нобелевского комитета долгое время не решались, присудить премию автору столь революционных теорий. В конце концов был найден дипломатичный выход. Премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну за теорию фотоэффекта, то есть за наиболее бесспорную и хорошо проверенную в эксперименте работу. Но текст решения содержал нейтральное добавление и за другие работы в области теоретической физики. Но все-таки успех пришел. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.